Я хотел бы оставить свое лицо им комната по рядам разумных причин. Я знаю, что в Белоруссии есть человек, Павел Шпирин, который в настоящее время, скорее всего, находится в застинках КГБ. И он занимался фильмом расследований о поставке контрабанды оружия с территории Республики Беларусь в Саадовской Аравии. Я входил в этот проект, и нашей задачей было создать установку, точнее, полученную высококачественную окислительность ракетного топлива МО-2. Но в процессе работы пришлось разработать новую реакцию. И в конечном итоге мы создали новую машину, которая называется генератор окислителя ракетного топлива, марки МТО. Этот окислитель отличается высоким качеством. Данная технология является, можно ее отнести к зелёной химии. То есть в результате образуется довольно мало отходов. Эти отходы перерабатываются. И данная установка, она является полустационарной. То есть ее можно куда-то привезти, подключить электричество. Она отработает свой ресурс, заправила ее реагентами. И точно так же закончить все, снять место и привезти на новое место. Можно ли кто-то еще поставить эту работу? Разработка является уникальной. В настоящее время информация, часть информации выложена в интернете. И я знаю, что очень многие страны интересуются тем, как брондиноцит, это Руанда. Страны, в которых есть террористические организации, Сомали. Я знаю, что в Польше, скорее всего, на мой взгляд, хотят создать такую историю, потому что они скопировали абсолютно всю информацию, которую я выкладываю. Абсолютно всю. Каким-то образом защищено это изобретение? Да. Она защищена. Вадим сжавшим образом. Значит, кто был заказчиком? Заказчиком этого проекта были... Была Саудовская Рада. И есть контракт, который говорит о том, что... Ну, это выношенный контракт, да, поскольку все эффективно, уж многое. И для того, чтобы скрыть все факты этого преступления, данное оборудование было перемещено именно условия контрабанды. И хотел бы показать еще... Перемещены? Да, она уже перемещена. И вот синяя печать на этом контракте, она относится к Саудовской Раде. Это контакт на Кинобелозит Сити, Форсанфин Технаджи. Цена контракта составляла 1 миллион 370 тысяч долларов. И, по-моему, в 2018 году было поставлено Саудовское Раде. В процессе своего расследования я обнаружил факт поставки данного контейнера. И то, как оно перемещалось. Это было два контейнера. Да, вот... На этой установке, на этой установке, имеется номер. Номер данного контейнера. Он оригинальный, да, он для каждого контейнера свой. МСУУ-341-М46. В существовании этого номера я нашел путь перемещения данного генератора. Он поставлялся сначала из Белоруссии в Макию, в порт Клайкуды. Далее с Клайкуды на контейнер-возе Фридерак. Вот этот контейнер-воз Фридерак. Он был перевезен в Германию, в город Гарбе. И оттуда перегружен на контейнер-воз с Испан-Замбези. С Испан-Замбези. И далее этот контейнер-воз с Испан-Замбези переместил данный генератор Саудовского Рада в город Джеба. И эта поставка состоялась в 2018 году, в августе. То есть уже практически от 2 с лишним года этот контейнер не подконтролили. Кроме того, был еще второй контейнер. Нарайкайбе-контейнер. То есть с односторонним открытием дверей. Срочно так же перевозил вторую часть установки. Далее вот тоже обнаружил, где, в какое время, в каких городах находился этот контейнер. Основной. Вот. То есть, конечно, это был доставлен в город Джеба. Саудовское Радо. Значит, это люди, вот это люди, которые имели отношение к разработке. Где-то была еще вторая часть. Да, вот. Значит, заведовал своим проектом, по сути, отвечал финансово, да, академик Белезикевич Александр Викторович. Ага. Вот, вот, вот. Белезикевич Александр Викторович. В конечном итоге, ответственным исполнителем за изготовление контейнера был назначен Совский Владимир Владимирович. Ну, соответственно, все люди, которые выходили в руководство института физико-органической химии национального академии наук Белоруссии, также, в той или иной мере, были причастны, оказывали давление на человека, который изготавливал этот контейнер. Особо хотел бы отметить этих людей, они, если вот все предыдущие, они относились, ну, как бы, занимались, по сути, наукой в своем институте, то эти люди, да, генеральный директор ГНУ, Объединенного института ядерных и энергетических исследований Белоруссии, и, значит, нагул Петр Константинович, они занимались изготавливанием контейнера, то есть изготавливали железо, которое находилось вот в этом синем контейнере, в этом синем контейнере. У него контейнера достаточно, чтобы производить этот окислитель? Задача ставилась получить контейнер, который бы производил 1 кг в час высококачественного окислительного ракетного топлива. Соответственно, за сутки он должен производить 24 кг. Могут ли саудиты повторить этот контейнер, имея один, эту установку имея у себя? Потенциально да, но фактически, если они обратились к нам, то у них нет пропотенций, людей, не знающих, которые могли создавать эту установку. То есть у них не хватает своих ресурсных мощностей, по большей части павловских ресурсов. То в Беларуси вариант был, подешевле это сделать, поэтому они обратились к нам. Это было 18-й год? Нет, это было многое раньше. Дело в том, что эта технология, этот контейнер, они относятся к технологиям дольного назначения. И в Беларуси, ну, вообще в мире, подобные роды технологии, когда их перемещают, и оборудование получает лицензии. Значит, в Беларуси должно быть получить всего три лицензии. Значит, первое, это на осуществление научной деятельности в отношении разработок, относящихся к технологиям дольного назначения. раз. Далее должны были получить рецензию на осуществление внешнеэкономической торговой деятельности в отношении перемещения этого контейнера. Ну, и второе, помимо этого контейнера была задача спроектировать завод. Сейчас. Была задача осуществить изготовление, проектирование завода по изготовлению этого окисителя ракетного топлива. То есть на это проектирование, на эту разработку также необходимо было получить лицензию, но никаких этих лицензий получено не было. Значит, особенность этой технологии в том, что все реагенты они доступны. То есть они в любой лаборатории доступны. Окислитель ракетного топлива получается высококачественным, более того, технология относится к зеленой, можно перерабатывать отработанный раствор и запускать его далее по циклу в реакцию. Таким образом, у вас минимальное количество отходов и высокое качество продукта. Когда был изготовлен этот контейнер? По сути, когда ее поставили, практически в то время она считается фикарно изготовленной. Хотя в 2018-й. То есть у нее есть репендостатки, я знаю ее, и их, эти репендостатки. Могут ли сейчас в Беларуси производиться такие установки и распространяться по миру? Потенциально, да, ничто не запрещено, как бы, не запрещает осуществлять контракаду и тех же условиях, которые в куперах она была сделана. Сколько могут заплатить за такую установку, например, с августом? Проект составлял более миллиона долларов, 1 миллион 370 тысяч долларов. Институт, который этим занимался, он скрыл факт поставки этого оборудования поставка отчета в центре системного аналога, Белоса. И, в случае этого, институт платит чуть больше налогов от своего проекта, если бы он был на отчет. Просто они не хотели нигде снять ее. Как бы переместить через несколько границ в установку, если она не... Как ее назвали, чтобы она переехала? Скорее всего, точно так же, как она была обозначена в контракте, это установка по электрохимической переработке медиа для получения наноматериал в медиа. Ну, вот, то есть я сам придумал название, я сейчас вам точно не скажу, она есть в контракте, название, но я сам придумал это название, чтобы обойти все млайнсы. Никаких нанотехнологий и никакой переработки медиа там не было. Более того, когда вы поставляете любой товар через границу, вы должны указать код ТМВ. Это код товарного межноэкономической деятельности. При перемещении на основании этого номера любому товару вычисляются пёсляные. К сожалению, ну, или к счастью, значит, на это оборудование не существует кода ТМВ. Поэтому в любом случае это значит, это оборудование было переработано на условиях контрабанды. Правительство в курсе? В курсе ли Комитет Государственной безопасности Беларуси? Абсолютно точно они в курсе, потому что у них было предупреждение и никто из высокопоставленных чиновников не осуществил пресечения этой контрабанды. Например, Тертиль, который сейчас вызывает Комитет Безопасности, был извращен надлежащим образом, но большого для пресечения контрабанды не сделал. И более того, за все свои недочеты, поступки, ну, то есть он, по сути, халатно относится к своим должностным обязанностям и согласно беларусского законодательства он должен находиться в том, что у него должны быть возбуждено уголовное дело. Более того, в Комитете Государственной Безопасности люди, которые занимаются неправильными вещами, не пересекают контрабанды, то за них несет личную ответственность глава председателя Комитета Государственной Безопасности. Абсолютно точно знал об этом Терекция. В настоящее время это председатель Комитета Государственной Безопасности человек, который возбуждал уголовное дело на Бабарику. Головченко, который сейчас возглавляет правительство, ну, он, по сути, тоже должен был знать, мы должны были рассказывать об этой контрабанде. Он выступал на телевидении и говорил, что в Беларуси создана такая система, которая не позволяет перемещать ни подконтрольно никакие там не то что технологии, даже оборудованные. Так вот, я хочу сказать, что с территории Беларуси можно легко осуществить поставку как технологии, так и оборудованные на условиях контрабанды. Причем все органы власти, Комитет Госбезопасности, Государственной ВМПРОМ, все они будут заинтересованы в том, чтобы скрыть факты преступления. Используются ли такие установки в салон Беларуси для производства таких однокомпонентов? Нет, это новая технология, просто-напросто не успели ни разу, ни создавать какие-то установки, потому что это финансы, как минимум надо там на изготовление, как минимум полмиллиона долларов, чтобы изготовить. Вот, и в Распублике Беларусь таких финансов на этих установках не существует. Можно ли легальное производство и распространение по белому свету по разным странам таких установок? Или требуется, существуют какие-то международные ограничения на производство таких технологий? Безусловно, когда вы занимаетесь этой технологией, во-первых, вы должны получить лицензию, я уже говорил, кроме того, когда даже при наличии лицензии вы осуществили поставку этого оборудования, то у вас должен иметься сертификат конечного пользователя. Там фишка в чем, что прежде чем заключить контракт, вы должны получить этот сертификат конечного пользователя. Его должна дать принимающая сторона, заказчик. Этот сертификат говорит о том, что данное оборудование будет находиться исключительно у них и не будет поставляться в третьи страны. Это первое. Второе. На основании этого сертификата конечного пользователя должна создаться специальная комиссия межведомственная по военно-техническому сотрудничеству и дать либо добро, либо отказ в осуществлении этой поставки. На основании решения, если это будет добро в домах, то заключается контракт, в котором в обязательном порядке должно быть указание на решение межведомственной группы. Это в обязательном порядке, но тот контракт, который есть, в нем нет никаких документов, подтверждающих, что имелся этот сертификат конечного пользователя. И лично я считаю, что данное оборудование вообще находится в террористических организациях. нет никаких оснований считаться иначе, потому что как две уважаемые организации, одна в Беларуси вторая салютовская враверия, потом, по сути, изготовили эту установку и поставили. То есть, правильно сказать, нельзя исключить, что использование, как подставка нелегальное, так и использование нелегальное. Как вы думаете, кто должен реагировать на информацию, которую вы сообщили, каким образом должны реагировать? Беларусь отчитывалась в организации объединенных наций о том, какое качественное законопытство в Беларуси и расписывала, как должны реагировать государственные органы Республики Беларусь на наличие факта контрабанды с территории Республики Беларусь. В этом случае должна быть создана комиссия по расследованию контрабанды оружия. Должна уметь естественного странного дела Республики Беларусь должны дать напиток протеста в посольство Саудовской Аравии, создать комиссию, которая может расследовать обследовательское контрабанды оружия и направить страну, куда была направлена контрабанда оружия, для выявления фактов его использования неправомерного и вообще нахождения его там или в другом месте. Но по факту ничего этого не делается, потому что в настоящее время в Беларуси полностью правовой вакуум там не работают законы. Можно ли вы назвать лиц из Саудовской Аравии причастных к этому и к этой сделке? В процессе выполнения проекта к нам приезжали граждане Саудовской Аравии, с которыми я лично контактировал. Это были два человека. Один из них профессор Сулейман, Сулейман Алькавейтер. Он был, ну, как я понял, он отвечал со стороны Саудовской Аравии, со стороны заказчика за изготовление этого, ну, за этот контракт и за изготовление данной установки. Мы лично не так тесно контактировали, хотя общались, но больше всего я общался с другим человеком. Общался с другим человеком. Мохаммед Атекью Альбасари. Мы с ним очень плотно общались, контактировали. Это образованные люди, совершенно степень, обыкватные, корректные. То есть, мне было приятно с ним общаться. Это ученые или военные? Это были ученые. Вот Мохаммед это ученый. И профессор Сулейман, он уже пенсионер, но как бы был привлечен к этому проекту. То есть, они занимаются науку. Сама эта организация «Кином Возвестите Форс Антитехнологи». Она в Саводовской районе, по сути, является инвестерством промышленности и отвечает на многие проекты, в том числе, связанные с космической отраслью, созданием ракетных технологий. И все это делается заэволюционно в плане поставок ракетных технологий. То есть, их можно назвать как ракетные технологии, да, можно назвать так, как назвали в Белоруссии. Исследования в области аэрокосмических разработок заварированы. После публикации этой информации, которую вы сообщили, как это может повлиять на судьбу Могера, о котором вы говорили? Мне, по крайней мере, в определенной степени это будет его страховка, что не только он пытался об этом рассказать, но эта информация упадет в мировые общественные с ней, я надеюсь. То есть, мои слова, их нужно проверить, поскольку этот контейнер проходил через таможенные границы, Литву, Германию, это все можно проверить через международные каналы. Более того, я знаю, что при поставке подобного оборудования через страны необходимо тоже получать лицензию на транзит объекта экспортного контроля. И отсутствие вот этой вот лицензии, да, это тоже является преступлением. может ли вы назвать существует это сказать, что изобретение защищено, можете ли вы назвать название изобретения или номер патента, или каким-то образом, чтобы показать, что вы в курсе именно, что это не придутка какая-то, что вы не провокатор против правительства Беларуси, а вы реально в курсе событий? Значит, я, ну, за патентное изобретение и его номер, это евразийский патент, номер 333 в НОСИ, по-моему, способ получения оксида зота 4-х валютного для генератора и пистолицы ракетного топлива. Но, к сожалению, покупки мои, ну, то есть права нарушены, да, люди незаконно осуществляют контрабанду оружия, безнаказанно, все попытки возбуждать уголовное дело натыкаются на отписки. Это отписки. Если у вас вы мне все сообщили или у вас еще есть информация? Да, конечно. Я же не просто отсиживался по поводу возбуждения уголовного дела, я направлял бумагу. У меня есть официальные ответы государственных служащих, да, сотрудниками милиции в обувиах. Ну, у них ответы, которые некоторые из них, они оставляют жил от лучшего, да, например, люди отвечают, мы взяли объяснение с тех, кто занимался контрабандой, они говорят, да, мы этим занимались. Дальше говорится, значит, ну, это же проверка проводится, по факту этой проверки должны быть какие-то документы, да, там, наличие лицензии, сертификат конечного пользователя, этих документов нет, да, это отписка. Самое интересное, что говорится на основании закона об авторском праве. Человек-обыватель, да, скажет, ну, да, авторское право, но это два разных понятия, да, объекты авторского права и объекты интеллектуальной собственности. Авторские права это сказки, стихи, танцы, музыка, вот это авторские права. А право на объекты интеллектуальной собственности, оно регулируется другими законами. Я сейчас задаю некоторые вопросы, на которые отвечать необязательно, но тем не менее. Вы постоянно живете в России, вы здесь проездом, вообще здесь случайно у нас в нашем городе. Вы хотите отвечать на эти... Я могу ответить, то есть я оказался в России не просто так. После того, как я оказался заборком этого проекта, мне было тяжело устроиться на работу, поскольку я точно знаю, что академик Беларуикевич распространил обороны слухи недостоверно. И я могу устроить даже больше, то есть я даже по знакомству не мог устроиться белорусам. То есть они, по сути, начали троги определенную. Да, где-то мне удавалось устроиться, но в конечном итоге мы разошлись с человеком. А такая правда была. Она начала задолго давать добро бы разве. Ну, это понятно, нездоровая ситуация, когда ты своему работодателю производишь новое открытие, он получает почти полтора миллиона долларов на разработку, на изготовление, а ты при этом сидишь без работы почти полгода. у вас сейчас материальное положение требуется ли вам помощь? Материальное положение не особо хорошее. Я получаю в нескольшее время минимальную зарплату, потому что не хватает только на по сути еды, я плату поведу, на две сети связи. Но помощи я пока не нуждаюсь. Работаете по профессии или можно не отвечать на этот вопрос? По сути, я работаю по профессии, более того, моя судьба она вот сейчас тоже отчасти связана с НО2. Я занимался незаботкой медицинской и создавал технологии по повышению доукронной кислоты. Это такой гемостатик, препарат, который я снимал от кровотечения. Это уже не технологии двойного назначения, это такие гуманитарные технологии? Да, по сути, да. Дело в том, что этот НО2, поскольку он как производный азотной кислоты, он может исполиться в аргустах и в производстве медицинских операторов и для создания фороха безбельного, для получения гликероновой кислоты. Более того, некоторые технологии есть, которые преимущественно требуют использования НО2, как, например, получение петериновой кислоты, это такое взрывчатое вещество, для того, чтобы это вещество, конечно, петериновой кислоты был максимально высоким, то на первых двух стадиях необходимо использовать НО2. Более того, есть такая технология киодай-нетравления, которая использует именно этот НО2 в смеси с Азоном для получения безотходного получения метро-соединения. И такая технология была в России. Установка, про которую мы говорим, она имеет множество значений, в том числе может в нескольких целях использоваться террористическими организациями, скажем, не только для производства контраконентов для ракет, но и для производства взрывчатых. Абсолютно точно. Опасность в том, что Гитлер, когда он создавал свои ракеты, он был недостаток. Эти заводы, которые производили все, они были стационарными. То есть прилетали союзники и бомбили их. Эта же установка, она мобильная, она сейчас полустационарная. Можно создать вообще мобильную установку. И в этом опасность. То есть сегодня может она быть в одном месте, а завтра я перевожу в другую. Последний личный вопрос. Есть ли люди в Беларуси, за судьбу которых вы беспокоитесь можете в связи с этой информацией? Конечно, в первую очередь это Павел Спирин, который готовил этот фильм. И ходили слухи, не знаю, достоверно ли нет, что его убили. Вроде бы потом его нашли в Жодино, в СИЗО, не знаю, тюрьме, где. Но в настоящее время о его слухе ничего не известно. Отлично, нет. Я хотел бы своим выступлением обезопасить его отчасти, что не только он вставает эту информацию, по информации известно. Соответственно, многим сотрудникам института эта информация тоже известна, но она молчает, потому что ситуация в Беларуси плачайная, и людей запугивают, вот эти протестные настроения, они совсем не приветствуются. Есть ли вас чего беспокоиться в России с обладанием этой информации? Ну, конечно, да, то есть я уверен, что отчасти, ну, то есть я слышал недоступные такие слухи, что ФСБ и КГБ сотрудничают совместно. Это раз. Во-вторых, как бы многие белорусские сотрудники КГБ получали обозвание в России, и у них достаточно хорошие связи, знакомства с сотрудниками ФСБ. Понятно. Поэтому у вас есть основания скрывать свою личность и местонахождение? Ну, мы местонахождение знаем, даже по номеру патентам его нужно определить, поскольку есть определенные требования, что вы должны сообщать патентам и ведомства. И это всего лишь скрывает мое лицо, или более того. Спасибо вам. Спасибо.